приветствую вас на обзоре танка smv cc 56 начале можете посмотреть какая броня у этого танка замечательная не особо бронированная нлд влд миллиметров 200 лоб башни миллиметров 300 лючки там по 160 миллиметров довольно-таки крепкие борта уязвимая над гусеничная полка которая легко пробивается причем пробивается это над гусеничная полка у всей ветки поэтому если особо не понимаете куда стрелять попробуйте посмотреть может пробивается вдоль гусеницы поскольку над гусеничная полка бумажная у всей ветки бронирование танка внушительное танкование на уровне все с этим хорошо но такая броня понятное дело вряд ли будет у быстрого танка максимальная скорость 31 вперед 10 назад километров в час это очень мало назад танк вообще не едет хочется поставить турбину чтобы хотя бы максималка было побольше особенно назад обзор как для пт 7 уровня 350 это в общем и целом обычная ситуация если поставить просветленку и допаек обзор будет норм как у меня вы видите бой на фоне там было и просветленка и доп паек также еще был улучшенный прицел и вентиляция хотелось конечно еще турбину поставить но на седьмом уровне много слепых танчиков и здесь скорее нужно делать две сборки одну с турбиной а вторую с просветленкой хп на седьмом левеле уже 1200 и это неплохо это нормальный результат поскольку не бронированные птшки на восьмом левеле имеют хп меньше чем здесь на седьмом но вот дальше по ветке проблемы с хп будут поскольку на восьмом левеле хп не так уж много а вот на девятом уровне будет сразу 1900 какие-то скачки непонятные но вот на седьмом и на девятом левеле с хп все в порядке а на восьмом мне кажется мало быть побольше топовая пушка у нас 175 пробития 320 альфа сведение 2 и 7 точность 042 снаряда в барабане 3 перезарядка между выстрелами 7 секунд общая перезарядка барабана 24 секунды если общая перезарядка барабана ок 20 секунд это в принципе немного это время в бою пролетает быстро но кд между выстрелами в барабане 7 секунд это преподносится как фишка танка фишка ветки но по сути это просто да это развод какой-то по сути ты являешься цикличной птшка которая стреляет как и все без намека на барабан но после каждого третьего снаряда тебе приходится перезаряжать еще и барабан которого по сути нет в общем и целом это огромный минус и никаким плюсом являться не может единственный плюс который можно представить это то что на короткий промежуток времени это птшка по сути является тяжелым танком который стреляет чаще и быстрее чем любой тяжелый танк на уровне поскольку точность у нашего танка отвратительная стабилизация сведения все ужасное таким перед никаким образом нормально не получится нужно ехать к тяжам на фланг и с тяжами вблизи стреляться при этом на небольшое количество снарядов мы стреляем быстрее и чаще чем любой тяж на нашем уровне при этом пробитие у всей ветки примерно как у тяжелых танков альфа примерно как у тяжелых танков но стреляем мы чуть чаще но делаем мы это не сильно долго и потом уходим на перезарядку барабана вот в чем типа фишка этой ветки и этого танка седьмого уровня но это тяжело использовать поскольку у тяжелых танков башни вращаются полностью а вот у этих птшек они очень плохо поворачиваются налево и направо и хоть броня у нас и классная но ей тяжело пользоваться в таких ограниченных углах горизонтальной наводки у воены хорошие в минус 10 вниз 20 вверх можно и вниз и вверх стрелять все удобно но вот влево и вправо всего лишь по 20 градусов это очень мало поскольку любой тяжелый танк имеет нормальную башню а у нас вот такая но зато у нас лучше броня и мы чаще стреляем но всего лишь три выстрела мы чаще стреляем и потом уходим на кд также не забываем то что вы на 10 градусов нам надо играть только от башни или бортиком танковать поскольку нлд у нас большое и не особо бронированная но благодаря 10 градуса можно спокойно это делать но опять же как ни крути пушка кривая стабилизация ужасно и даже вблизи стрелять неприятно если сравнивать с большинством тяжей 7 лэвла то этот танк хороший его нельзя назвать там сверх им бой нельзя называть плохим его можно назвать хорошим и неудобным в принципе это хороший неудобный танк тяжелый ближнего боя против тяжей в самый раз играть но при этом если у вас плохо со скиллом очень будет тяжело играться на этом танке также еще можно на этом танке выкатываться не бортом танковать танковать лбом лбом выставлять ромбики как будто бы бортом поскольку у вас углы плохие то выезжать из-за поворота у вас есть только две возможности либо бортиком аккуратненько либо лицом выехать боком из-за поворота и куда-то быстро стрельнуть не получится поскольку башня настолько не поворачиваться вообще это очень неудобно и если враги заезжают где-то сбоку или сзади приходится поворачивать все ведро целиком такие карты где враги вылазят с разных сторон по типу прохоровки там песчаной реки такие карты очень неудобные этот танк любит чисто коридорные карты где нужно смотреть только прямо также этот танк не любит кимпериде вдаль точности нет вообще если вы куда-то попадете это чистое везение в общем вывод по танку следующий он неплохой но он скорее проходной чем там который хочется оставить навсегда в ангаре но если забегать наперед по ощущениям вся ветка такая и как мы разберемся в следующих обзорах на следующий танк этой ветки то этот седьмой уровень еще и неплохой вариант также этот смв cc-56 является одним из первых послевоенных проектов итальянских пт-саус башней аграничного сектора поворота проект этот разрабатывался под влиянием американских концепций истребителей танков по типу т-95 особенности итальянских пт-шек было то что весь экипаж размещался во вращающейся башне однако в серию этот танк не пошел работы над ним прекратились но вот в картошечке мы видим все пошло вот такой вот танчик сказать что нужно его по-любому качать я не могу ну и плохим его называть тоже язык не поворачиваться с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте обязательно лайки всем удачи и пока